привет привет наконец-то мы с вами шумит отопление батареи будем надеяться что она будет работать вот я сегодня снова с вами у нас сегодня тема мы чуть-чуть что-то подобное обсуждали с вами да про секс и деньги чуть-чуть вас дождусь знаете все равно приятно когда кто-то есть в живую не только все в записи хотя конечно запись очень удобно приятно что и с вами я тоже тут могу быть вот хочется конечно и про ваши вопросы тоже я наверное немножко там да немножко теории и обязательно ваши вопросы не обойду без внимания напоминаю что у нас накануне мы с вами встречаемся мастер-класса у меня план принципе такой да что вы знаете что я очень давно работаю как тренер по индивидуальным занятиям и на групповые вот работа онлайн вот уже последний год потому что конечно я марии привет а конечно я не могу одна провести 100 консультаций в неделю вот и может быть у вас тоже не у всех есть возможность и онлайн и очно ко мне приехать и поэтому этот формат мастер-классов что есть возможности передачи вам информации в таком режиме в режиме видеозаписи да и с возможностью быть с вами в закрытом чате и отвечать на ваши вопросы потому что это очень естественно важно в этой теме все-таки очень личные темы вот вот так вот в мастер-класс в у нас каждый месяц новый мастер-класс вот я вот думаю что будет когда не закончится надеюсь что не закончится и темы то что касается и отношений и здоровья да из того что рекомендую мастер-класс оргазм всем женщинам потому что там про все виды оргазма и что делать если у вас один и вам нужно сделать другой то есть и виды и норма и способы коррекции и тренировка интимных мышц поэтому он пока у нас в топе в хите самый продаваемый и самый результативный в плане того что очень много отзывов потому что вы работаете и с темой оргазма разбирать очень приятно я очень сама часто работаю с темой оргазма на индивидуальных занятиях поэтому у меня очень здесь такая большая практика и прям рада очень с вами поделиться вот так вот полностью блоками также для тех кто занимается телом мастер-класс безопасный спорт у кого болит спина там больше для тех кто не хочет заниматься в зале потому что понимают что это вредно или потому что уже болит спина или есть какие-то противопоказания и вот этот способ заниматься дома вот этот способ заниматься дома безопасно шарики нефритовые мы не используем потому что нефрит входит в контакт с кислотой влагалища влагалища имеет кислую среду защитную и вагинальная среда разъедает нефрит поэтому нефрит я не использую вот и в следующем месяце я хочу сделать мастер-класс по вытяжению позвоночника потому что у вас очень много вопросов в директ в плане того что что делать и у меня ответ вытяжение позвоночника а вот такой программы только конкретно для тех у кого болит спина для тех же мамочек кому нужно носить ребенка да вот пока еще нет привет рад видеть вот юнчик привет тоже вот и поэтому в следующем месяце мы наш мастер-класс будет только для тех у кого болит спина а в этом месяце восстановление подготовка к родам и кстати еще можете поучаствовать в нем потому что я его еще не записывал пока только составила программу собственно восстановление подготовка после рода к родам всем нужно тоже смотреть всем кто вообще планирует с этой темой соприкасаться и даже если вашим детям 30 лет вот то все равно очень рекомендую потому что эта база ну которую не рассказывают и она касается не только тренировки интимных мышц но и формы живота диастаза позвоночника ну то есть очень комплексно вот поэтому прям вот восстановление после родов тоже очень рекомендую для тех кто хочет тренировку интимных мышц попробовать погрузиться вот не до опытных практикующих а для начинающих тоже очень рекомендую также у нас мастер-класс интимный массаж те у кому нужно разнообразить сексуальную жизнь с мужем да у кого уже все есть тем глубокое горло интимный массаж как способ именно именно сексуальный уровень в отношениях прокачать и вот так вот поработать с ним вот это вот такой вот вот такой вот расписок для тех у кого секс пропал из отношений по любым причинам то смотрим такой психологический мастер-класс что делать если в секс ваших отношений только ради галочки там тоже рассказываю как что делать если секса нет вообще вот и потом уже все остальные мастер-класс становятся актуальными поэтому пожалуйста и психологическим моментом не пренебрегайте да конечно здорово работать с психологом здорово работать с сексологом когда есть твой личный терапевт но просто понимать вот такой вот скажем прикладной психологии сексологии тоже нужно поэтому прямо тоже секс ради галочки всем рекомендую потому что там в принципе про то как сделать так чтобы секс в ваших отношениях был всегда вот и при какие-то моменты нормы тоже очень важно так кто-то у нас купил самые бюджетные кристина шарики в секс-шопе они на месте какие лучше приобрести я смотрите я работаю по шарикам вегетон да они есть у меня в магазине гарипа валерия shop вы можете или на сайте вегетон руку можете посмотреть все остальные вы смотрите очень просто если они абсолютно идеально гладкие так нечего мне показать вам если они абсолютно идеально гладкие без веревочек без всяких там шнурочков то тогда можно если они не металлические а из какого-то пластика допустимого контакту слизистой то тогда ими можно пользоваться если нет то тогда нет ну что мы так плавно перетекаем в тему сегодняшнего урока хочется знаете немножко поделиться собой того что я так работаю долго то как-то постоянно новые сферы тренировки раскрываются новые возможности если сначала там больше был запросов про отношения потом она расширялась там до коррекции оргазма доширяя сейчас она расширялась до достаточно решение достаточно серьезных проблем со здоровьем там до опущения и прочее и хронический сосед вот ну собственно про отношения естественно про выйти замуж тоже нурия привет вот и также тема скажем социального успеха тоже как-то зашла коснулась моих практик моих индивидуальных занятий и мне захотелось с вами поделиться потому что ну у меня как-то все получается так что сначала я что-то делаю для себя или я делаю это на практике потом делюсь с вами да ну как-то еще эффективные практики для себя у меня благо это получается хорошо вот и ну скажем мне сразу хочется осчастливить весь мир поэтому вот так вот и я стала замечать что в последнее время может потому что в моей жизни такой этап наступил нам кать привет про то чтобы сексуальную энергию направлять не только на творчество не только на партнера на мужчину да не только непосредственно половую активность да но и также на такой вид творчества там как бизнес да и на такую энергию как денежную у меня вообще вообще в целом я вот замечаю о том что вот эти темы деньги тема секса да они такие ну может быть сложные да может они воспринимаются как более так социально менее приемлемо ну так же сюда же наверное время тем времени наверное мало мало кто-то ценность времени воспринимает и тему смерти но мы сегодня время и смерть мы сегодня не трогаем сегодня мы привет привет мы сегодня говорим про секс и деньги про такие важные энергии которые сильно взаимосвязаны я воспитывалась таких христианских традициях и вот с очень такого раннего возраста в моей голове был одинаково сильный запрет на секс да на проявление там желание даже мысли об этом и на деньги да я помню еще с детства вот эту вот фразу что легче верблюду пройти через угольную ушко чем богатому пасть в рай и ну кажется как то всю свою жизнь я жила в этих запретах я не против никакой религии но просто в моем конкретном случае это сработало вот так да это было ну так вот как бы сработала психику ребенка вот что сейчас даже немножко так рассказывать странно я ну мы жили в малосемейной квартире вчетвером как бы я выросла и я помню что я очень мечтала о своей комнате что у меня будет моя личная комната и от того что ну вот по той религии которую 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 там да вот именно в том виде и мне преподавали я даже не могла там разрешить себе что я вырос у меня будет своя комната и я мечтала что у меня будет своя комната после смерти то есть вот ну как то когда вот я буду жить хорошо буду стараться и потом когда я паду в рай у меня будет своя комната это у меня была моя мечта и я в 13-14 лет вот об этом мечтала вот и ну собственно наверное вы уже так догадались что собственно и моя профессия это тоже какой-то ну отголосок того что было тогда да что то что было то к чему было интересно то что очень сильно и жестко табуированное и вот оно все-таки привело меня в то чтобы разбираться само собой и вот так вот профессию сексуолога да чтобы людям наверное было ну проще проще с этой темой быть вот и я стала уже замечать уже сейчас анализировать свою жизнь как у меня это все развивалось и Леночка привет замечала что чем больше я себе разрешаю в плане в плане сексуально тем больше я принимаю свою сексуальность такой какая она есть да чем больше я себе разрешаю осуществлять фантазии да и вообще соприкасаться этими фантазиями чем как-то параллельно развивается там мой бизнес да и моя сфера там финансов материальные вот и какое-то время я прям тоже совсем не сравнивала потом встретилась с миленой тоже вы ее знаете вот и с разными также коучами и они вот как-то мне все разными языками говорили одно и то же вот и я как тоже наблюдал действительность и увидел то что взаимосвязь действительно есть что вот признание да принятие этой творческой энергии сексуальной да умение получать удовольствие да а коэффициент полезного действия денег это как раз удовольствие то что они очень очень сильно переплетаются между собой это наверное первая мысль которая хотела сказать и опять же со всех сторон просто совершенно слышу что очень важно себе разрешать и и если мы даже вот вспомним такие не знаю очень какие-то может быть очень такие расхожие стереотипы говорят же там альфа самец да почему то мы тоже сравниваем именно сексуальную энергию и финансы потому что вот эти люди как раз что им обычно они сексуально активны но если это не какая-то компенсация да вот и точно так же вспомним различным там различных владельцев там гаремов да когда это все было официально то же самое да что мужчина что им нужно много женской сексуальной энергии для того чтобы там владеть и властвовать и прочее вот поэтому взаимосвязь есть конечно есть нюансы нюансов очень много и я всегда обожаю в них копаться но чтобы знаете как то очень все точно разложить вот и поэтому точно все те кто занимается интимными мышцами и различными практиками на моих мастер-классах на моих индивидуальных занятиях то абсолютно стопроцентный будет результат и в социальном плане сейчас чуть позже разложу как еще это работает но то что связь и корреляция есть это сто процентов и сейчас когда девушки приходят так как техники у меня очень мощные особенно на индивидуалках я всегда спрашиваю не только что у вас личной жизни и что вы хотите в своей личной жизни но и также спрашиваю а что у вас в вашей социальной жизни и что вы там хотите потому что обычно нам хватает энергии которую хватит и туда и туда вот в целом конечно мы знаем да что человек у которого есть энергия он нужен всем человек у которого нет энергии да он не нужен никому и вот когда у нас энергии много и избыток как ее получить да это следующий наш блок то конечно мы ее можем реализовать материализовать на любые наши цели и личные и финансовые понятно что может быть не всем женщинам сейчас хочется именно самой реализовываться да и они будут скорее всю свою энергию направлять на мужчину он будет направлять ее на материальный мир зарабатывать и возвращать ей как бы как вот такой вот как обмен вот этой вот энергии да потому что как что как обычно у меня сегодня в понедельник куча консультаций и вечером у меня будет поэтому немножко заговаривать вот и второй вариант конечно женщина у которой энергия она хочет сама реализовываться и она часть вдохновлять своего мужчину на его реализацию и сама тоже реализовывать там в виде хобби ну или видеть того чего не нравится вот потому что совершенно сейчас у нас процветает индивидуализм может быть разные иметь разные мнения может быть и такими и сякими и сейчас мне кажется очень интересно как в каждом человеке да что если раньше да когда у нас было институт благородных девиц у нас были была мужская энергия чисто мужская да как военное училище да и женщины только вот женщины которые чистая мужская энергия чистая женская энергия взаимодействовали от того что сейчас вы видите что происходит с миром да что и женщина развивает себе мужские качества и так как у нас есть и аниме и анимус и мужское и женское внутри да и что и в женскую жизни энергию мужские энергии вплетаются ну для реализации для социализации вот и мужчинам в том же бизнесе нужна женская энергия это гибкость интуиция какая-то чувствительность чувственность потому что интуиция живет в теле и мужчинам тоже важно это тело чувствовать и не только через женщину но и самому вот ну вы сами видите что происходит что и мужчины тоже занимаются и духовными разными практиками в том числе для развития своего бизнеса вот вот в том числе сексуальными практиками для развития своего бизнеса тоже этого сейчас ну вот я так вижу по миру да на конференции различные хожу и вот ну вижу что происходит очень интересно вот вот так вот и я думаю что мы сейчас следующей темой разберем как именно уровень энергии отражается на успехе и заводке я подсматриваю список потому что мне все вечно важно чтобы все было ну все что все было четко по плану поэтому всегда веду прямые эфиры по списку чтобы ничего вам не пропустить вот то есть первая такая идея это о том что чем больше вы вкладываете в свою сексуальность что это будет непосредственно влиять на ваш на вашу на ваш заработок в плане того насколько вы можете больше получать ну то есть вы получаете разрешаете себе получать удовольствие в сексе и вы разрешаете себе получать удовольствие от денег потому что стыд у нас в обществе зашит и на ту и на другую тему да я так чуть-чуть поделилась с собой хотя ну честно не очень просто конечно это делать и рассказывать но не очень приятно хочется не знаю быть не знаю совершенством конечно это невозможно и не так вот но я зато как как такой хороший образец того как можно это все пройти и могу поделиться потому что сама это делала поэтому даже и хорошо что у меня такой хороший минус из которого я пришла в хороший такой уверенный плюс так вот то есть мы первое говорим про разрешение себе по освобождении творческой энергии про идеи и я считаю что полноценная здоровая личность именно вот своей сексуальной части тоже должна уделять время и место для того чтобы ну для того чтобы полноценно развиваться и в том числе в социуме собственно это тоже из одной из из одного из миллиона тренингов которые прослушала о том что сексуальность это одно из качеств личности и оно в работе тоже очень важно да имеется ввиду там ну не флирты не что-то через постель нет конечно а вот именно как ну такое здоровое состояние здоровой личности по поводу количества энергии то чем я как раз вам рассказывала то чем мы занимаемся на каждом классе семинаре вот мне очень мне близко я знаю что мы девушкам тоже мужчины по-разному отзывались вот все равно у нас как это мужской мир да мне нравится как команда об этом размышляет как она также говорит о том что важно то есть она же говорит про бизнес современный и про успех да то что важно заниматься сексуальными практиками она подробно я у нее ничего не слышала но по таким вот описанием что мне понятно что это провод практики вот в том числе и с телом сексуальные и вот эти все техники потому что они будут влиять непосредственно на заработок и следующий момент про количество про уровень энергии вот смотрите есть физическое тело да вот пока мы живем в материальном мире то есть можно бесконечно размышлять что первичная материя и сознание но очевидно что важно и то и другое я бы скорее это разделила как физическое тело да ну тут точно никто со мной не поспорит если мы говорим про эмоции потому что эмоции тоже могут забирать много энергии то это характер и устройство личности да то есть только мы же говорим всем родом из детства что такое что первый там пять лет закладывается характер то есть устойчивое реагирование на конкретные стимулы и дальше у нас как бы характер такая как бы знаете алгоритм кто ну кто с программированием знаком алгоритм такой если а то там то то и то если бы то 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 и то вот и так получается что у нас есть характер в теле тело характер кто как считает да есть вот то что называют душа это в разных религиях в разных пониманиях то есть тогда душа и это вот такой вот ну следующий момент вот у души с энергией все в порядке поэтому мы ее оставляем в покое мы сейчас разбираем характер и тело что такое характер вот смотрите если вас вы смотрите на свою жизнь как она у вас проходила если вы понимаете так что последние там 10 лет вы там добились список вас все это устраивает то с характером ничего делать не надо следующие 10 лет вы добьетесь в принципе приблизительно вот ну по такой же траектории следующий пункт потому что ваш характер уже работает на вас да вот если вы оглядываетесь на последние там 10 лет понимаете что то не то или если вы не в тех отношениях которые вы хотите или выбираете вы наоборот но всегда например ну давайте грубо да всегда там алкоголиков или всегда каких-то мужчин там тиранов или каких-то женщин инфантильных вот именно таких то тоже суть о вашем характере с характером работает длительная психотерапия я вам там как маячила с выходных сейчас я учусь на гештальтерапевта который именно работает не как психолог сексолог да там одна две три пять десять встреч а длительная терапия именно с характером то есть изменение вот этих вот привычных паттернов если они вам мешают если характер вас устраивает если вас все устраивает в устройстве своей личности простите за тавтологию то ничего менять не надо к психологу психотерапевту извините меня ходить не нужно если у вас вы видите что что то не работает что то не так всю привет то тогда значит нужно менять и уже непосредственно работать с характером да это может быть не всегда там длительная терапия но обычно если это скажем так надежная то это год на десять лет жизни естественно если мне 30 то у меня три года терапии я кстати уже почти завершаю свою личную терапию потому что нам ну гештальтерапевтам для того чтобы получить сертификат международного образца необходимо пройти 150 часов личной терапии и групповой поэтому я хожу на самом деле я все равно бы ходила потому что есть моменты в характере которые меня не устраивают и жизнь меняется но в плане вот этого реагирования да конечно базовые навыки которые должны быть у каждой здоровой личности вот а которые ну в связи с тем всю жизнь идеальна мама папа не идеальны вот и немного знают то этого не произошло то это происходит вот так вот на терапии вот раньше меня честно говоря ну пугало может быть вас тоже кого-то пугает сейчас вот эти вот длительная терапия два-три года но если мы говорим про характер который не работает да то оно того стоит еще раз напоминаю что туда нужно тем кто понимает что вот вам уже совсем невыносимо с самим собой что ваша жизнь совсем не работает вот с характером нужно работать кроме работы с коучем на цели вперед потому что до психотерапия про прошлое но все-таки жить вам с вашим характером всю жизнь поэтому серьезные ответственные дела будут вопросы обращайтесь отвечу stories я рада делиться потому что ну для меня но для метки точно важные базовые вещи следующий пунктик тело да почему я стала вам говорить про характер в момент когда я стала говорить про энергию потому что когда мы говорим про характер то есть у нас такое понятие как эмоциональная компетентность компетентность что понимание что что происходит с нашими чувствами и умение их правильно обрабатывать да потому что вы наверняка знаете ага так я ушла там в разнос я там эмоционально меня что-то зацепило человек не знаю ли машина или событий и все я начинаю там эмоционировать сливаться куда-то все понеслось вот там потери энергии да каком тут заработки и гармоничной жизни идет речь вот поэтому когда мы говорим про характер то что здесь очень важно понимание своих эмоций и зачем они вообще нужны зачем нам нужны эмоции может быть многие думают что из эмоций самое главное это радость и больше остальное нам вообще не нужно нет это неправильно позитивное мышление очень невротизирует вот поэтому я вот не поддерживаю я поддерживаю позитивность мыслей и настроек и концентрацию на это да и это важно но чувства могут быть разные вот самое главное понимать опять же как с ними обращаться и когда у нас появляется чувство чувство рождается из тела вот сначала ощущение в теле потом чувство чувство нам очень хорошо дает понять что мы хотим ну скажем говорит о потребности говорит о желании да любыми словами вот и когда мы это хотим мы это чувствуем через тело мы не придумываем себе цель или желание снаружи потому что там мама хочет потому что так принято а эта цель рождается изнутри вот и потом мы уже думаем как мы ее будем осуществлять в этом мире вот то есть мы сканируем поле так вот это чувство булькать в животе ага это голод так хочу хочу конкретную пиццу вот из конкретного ресторана ага время 10 часов ресторан уже закрыт завтра смогу сходить приглашу подругу сканирую поле звоню подруге то есть делаю действия чтобы осуществить желание и завтра иду и после того как пицца съедена нужна именно ассимиляция то есть порадоваться тому что это произошло это называется цикл контакта когда у нас вот есть ощущение чувство желания сканирование поле как я это делаю действия и радость о том что мы сделали вот и скажем если ну грубо говорить то смысл терапии налаживание вот вот это вот саморегуляция чтобы я понимала чтобы не так что ага я мне уже тут неделю плохо я не понимаю почему чуть застряло груди я хожу и даже не могу осознать что это чувство что меня тут щемит там у меня болит вот это очень скажем не полезно да и забирает кучу энергии когда мы начинаем заниматься интересными практиками все у меня занимающиеся начинают понимать что они как-то очень четко начинают чувствовать что они действительно хотят если была какая-то неясность были какие-то мысли а там стоит не стоит быть с этим человеком или стоит не стоит выбрать эту работу то на фоне интересных практик потому что я постоянно обращаю внимание на ощущения и учусь замечать ощущения а вследствие этого и эмоции то у нас то у девочек и мальчиков возникает эта четкая ясность относительно своей жизни и относительно понимать а что я действительно хочу потому что да для кого-то из вас кажется но очевидно что я хочу это же так просто а для кого-то это очень непросто именно ощутить свои личные желания и это тоже будет очень сильно связано с тем как вы чувствуете свое тело а я вам на днях писала что мы живем в информационный век вся наша энергия в голове в мыслях где-то тут вот а тело мы не чувствуем и поэтому вот вот проживать жизнь не можем из-за эмоций и себя чувствовать свои желания не можем вот а если вы осуществили не свою цель то у вас не возникает радости вот допустим вы там не знаю вышли замуж там построили там дом посадили дерево ну в общем что-то сделали а чувствуете нет радости есть пустота значит это не ваше желание вот такая вот история поэтому вот ну то что о чем я говорю может быть оно слишком сложное может быть хотелось что-то более там легкое там сегодня на эфире но вот это это действительно так и я считаю что это важно поэтому здесь энергия и эмоции будут связаны таким образом и вот таким образом стоит с этим работать дальше тело энергия которая живет в теле вот если я говорю что психотерапия возможно нужна не всем то гигиена тела и практики которые я даю нужны абсолютно всем потому что ну это то как функционирует абсолютно любое тело не только женское да не только там у тех у кого уже проблемы да привет привет а именно как обращаться с телом чтобы она всегда выдавала максимальное количество энергии потому что вот ну кроме эмоций часть часть энергии живет именно в теле и вот нам точно нужно максимум из этого тела взять как сейчас расскажу вот если желание нет то собственно нужно нужно работать потому что это не нормальное состояние организма у живого организма нормально функционирующего есть желание поэтому нужно заниматься берите любой мастер-класс с интимными мышцами и уже будет результат вот так дальше смотрите что у нас такое что что у нас с телом вот самое первое что нам дает энергию в теле это хорошо работающая нервная система это вот эти электрические импульсы которые идут из головного мозга который окружен черепом да через позвоночник идут то есть в позвоночнике нервная система окружена спинным спиной мозг окружен позвоночником и дальше уже оттуда идет каждой клеточке тела вспоминаем картинку из анатомии такую желтенькую когда веточки 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 то есть нервные импульсы дали привет импульсы подходит каждый 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 клеточки тела вот и когда слава богу голова хорошо защищена вот и мозг наш в безопасности а вот спиной мозг тоже хорошо защищен потому что строение позвоночника очень сложные ими каждый позвонок крепится к другому в пяти местах вот так вот все перевязано связками вот и получается что вот получается что иннервация происходит между костями и от того как мы живем как мы себя но ощущаем как много носим детей сумки как часто не знаю наш роняли в детстве с кровати вот как нас тянули за ручки за ножки из мамы вот все это влияет на сохранность позвоночника соответственно того как ваши нервные импульсы живут и поэтому наша задача беречь позвоночник делать упражнения помогающие позвоночнику и улучшающий иннервацию собственно который прошло на следующем месяце в мастер-классе и буду то есть это будет мастер-класс такой привет энергия вот следующий блок который нужно сделать нужно расслабить мышцы которые напрягаются на ваше эмоциональное напряжение про который мы говорили чуть чуть раньше что это за мышцы это мышцы лица прелесть если мы расслабим мышцы лица то тогда у нас с вами и лицо разгладится и все наши напряжения они в эту энергию освободиться потому что представьте сжевательные мышцы напрягаются лоб губы глаза подбородок губы мы зажимаем челюсти мы сжимаем подбородок поджимаем лоб мы морщим и мышцы напрягаются 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 и не расслабляются а вот этот спазм вот пожалуйста ваша заблокированная энергия на об этом еще раз говорил в телесно-ориентированной терапии еще очень очень давно телесно-ориентированной терапии было после психоанализа вообще в начале зарождения психологии вот ирочка привет очень рада тебе тоже вот у нас расслабляются мышцы и эта энергия освобождается кроме лица следующая зона очень важная это дыхательная диафрагма и тазовая диафрагма тазовая диафрагма это те же мышцы тазового дна которые мы массируем на мастер-классе оргазм и на индивидуальных занятиях и еще массаж этих интимных мышц у вас есть в рассылке вот дальше у нас с вами дыхательная диафрагма когда мы перестаем дышать когда вам не хочется есть на стрессе когда у вас перехватывает дыхание когда вы чувствуете боль в солнцем сплетении когда вы встаете перед зеркалом бочком расслабляете живот а у вас верх живота поджат анис вывален и живот похож на грушу это все спазмы спазмы в верхней части живота вот там и диафрагма спазмируется белая линия живота и вот там тоже очень много напряжения ну и мышцы тазового дна самое любимое место которое я люблю расслаблять потому что чувствительность вагинальная очень сильно снижается когда там спазмированы мышцы так вот на занятиях откуда у нас берется так много энергии мы снимаем во-первых спазмы вот из всех высших перечисленных зон представляете уже сколько энергии мы делаем вытяжение позвоночника это следующий блок энергии ну собственно я обучаю этим практикам так чтобы могли так жить и поддерживать гену тела дома сегодня у меня утром утром была индивидуальная консультация вот девушка давно с ней знакомы с марафона с мастер-классов вот говорит что индивидуальное занятие это конечно бесценно вот очень приятно было слышать а я так подумала что у меня такая мастерская богинь потому что я настраиваю ну вот каждое тело так я вам говорю снимая спазмы и обучая жить тоже в таком режиме расслабленном вот и поэтому дальше когда у нас энергия есть нам осталось только одно думать о цели именно поэтому прежде чем взять на занятия я упорно и долго спрашиваю что а какие у вас цели да то есть что будем делать естественно вопросы по личной жизни хотя честно говоря есть некоторые кто приходит только по 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 бизнесу и по финансам вот и ну как бы потому что понимает уже связь с сексуальной энергии денежной и те кто ну только про внешность приходит да такая такие тоже есть которые заботы о своих гормонах женских вот потому что кожа гормонозависимые органы женская внешность от гормонов очень зависит вот так вот то есть то что касается нашей энергии вот наш инструмент тела очень очень важно настраивать ну мою позицию вы знаете что как мне кажется что все что делают люди явно не способствует расслаблению и плюс еще травмирует нервную систему это различные вот скрутки прогибы прыжки бодибилдинг то есть все агрессивные воздействия на тело которые как бы хотят поработать с мышцами но на самом деле разрешают позвоночник а работать с мышцами можно без последствий и без повреждения позвоночником а даже ну как бы на на благо этому самому позвоночнику кто был на мастер-классе у меня по безопасному спорту тоже был и знает вот вот это очень честно говоря немножко даже не знаю насколько это звучит со стороны потому что я настолько же в этом уже скажем борюсь да настолько уже в этом все раз ну как разбираюсь об этом говорю что мне кажется может быть со стороны но не слишком понятно да что я имею ввиду и как это поэтому собственно какие-то можно уточним все вопросы задавать да что что как можно делать вот давайте немножко подсоберем да что во-первых точно каждому человеку нужно позаботиться о том чтобы у него было как можно больше энергии на его способность на его желание реализовываться и вообще познавать этот мир где будем брать энергию посмотрели на свой характер на свои эмоции как вы с ними обращайтесь как вы с ними справляетесь не уходит туда какое-то количество энергии и второй момент посмотрели на ваше тело в каком оно состоянии можете пощипать себя вот за верхнюю часть живота она должна хорошо отделяться двигаться девочки меня на морфоне уже умеют то есть вот это место под грудью вот здесь вот не должно быть спазма если вы зацепить не можете любого размера животик значит здесь есть спазм вот так же можете проверить вот это место тут тоже у нас бывают спазм если у вас тут не отцепляется то это тоже спазм вот можно также посмотреть на свой угол молодости если у вас четкий угол то значит спазма нету ну да неправильно показываю не надо вытягивать просто ну в таком естественном состоянии можно даже попросить себя сфотографировать сбоку а вот ну сфотографировать сбоку чтобы вы видели есть у вас или нет угол молодости и берем пальчик вставляем вагинальный канал и начинаем достаточно активно массировать заднюю стенку если у вас болезненные ощущения то там тоже есть спазм его тоже нужно снимать ну вот и опять же если у вас конечно болит спина то тоже нужно делать упражнение на вытяжение позвоночника вот так вот частично в ленте есть и более подробно будет вот в следующем месяце вот такая история по моему плану рассказала все собственно готова вам отвечать на вопросы вижу что чуть-чуть подвисает но вот к сожалению вот это все что я могу сделать это единственный интернет провайдер у меня в доме вот поэтому вот так вот если спайки на животе то все те же упражнения нужно делать чтобы от этих спайк избавиться вот так вот как то хочется мне что более вам более так подробно как то связать не знаю в какую сторону в какую сторону податься ну в общем смотрите когда вы делаете физические практики очень важно думать о цели если вы сначала поэтому подумали о цели а потом стали делать практики и если у вас уже начинает получаться думать ой а наверно мне это не надо уже не надо потому что у вас энергия уже направилась и если вы решили сюда потом ой ладно я не хочу просто у меня такое было практике девушка решила там загадала себе там бизнес все пошло по результатам она в конце или в середине ой а я вдруг подумала вдруг мне это не надо получается представляете энергия обратно и вы гребете туда то сюда точно не полезно нет нужно грести четко в цель без того чтобы вот так вот все это туда-сюда разбрасывать то есть уже практикуйте думайте о цели это можно делать в медитации да вот вы расслабились концентрировались представили свою цель в каком-то шаре кто-то просто мечтает перед сном да как бы направляя энергию туда вот техник очень много но вообще как бы умение управлять телом эмоциями и мыслями обязательно нужно вот коучи они работают с мыслями и действиями да вот именно про действие про вперед ну психотерапевты работают опять же с эмоциями и про прошлое про то чтобы настроить то что есть в общем ну мне кажется все очень понятно если вам не понятно то спрашивайте здесь или в сторис кто будет смотреть уже в записи вот ну совсем скоро мы с вами на мастер-классах это я уже говорила про что еще ну давайте давайте наверное пять минут ответы на вопросы и пойду тоже заниматься какими-то чьими делами то у меня знаете утренние практики вечерние практики вот хочется еще и текстов написать вот о хороший вопрос если целей много думать ли про все ну у нас во первых мы знаем да что у нас есть такое колесо жизни и есть какая-то цель в каждой сфере например есть здоровье и там своя цель там тот же бизнес там своя цель отношения там своя цель да и в какой-то момент у меня сексуальность моя стала отделяться в отдельную линию да конечно она вообще связана со всем но она как-то стала какой-то отдельной такой вот сферой и она конечно пронизывает все сферы жизни вот поэтому можно взять одну самую большую да если энергии хватает можно в каждой сфере поставить цель и как бы думать по очереди как такими лучиками везде вот можно взять самую большую тут опять же космос смотря сколько у вас энергии видите кто-то успевает все кто-то не успевает ничего кому-то сложно даже там общаться встать с дивана и поверьте мне здесь вообще далеко вопрос не в лении ни в чем просто действительно если человек чувствует что у него есть энергия то он идет и делает если человек ну чувствует что он не потянет он тогда лежит и дело не в том что ему лень да возможно конечно в характере есть какие-то установки что смысл мне делать но ничего не получится да это тоже с этим тоже надо работать но если у вас просто нет этой кинетической физиологической энергии то вы делать не будете именно поэтому допустим мы занимаемся с девочкой она говорит да вы что я три года думала про этот проект и тут наконец-то сделала что это значит то желание у нее было как только у него организм понял что энергии хватит на него она стала его реализовывать вот и также работать с вами про ваших мужей тоже такое у меня было да что жена стала заниматься вот и ну естественно вы же знаете мужчина-женщина сообщающиеся отсюда вот и он говорит я наконец-то дописала диссертацию которую я там давно-давно хотел сделать да или там наконец-то вот я снова начал там какой-то новый проект ну вот прям тоже в практике такое есть я постоянно с этим срезмеряюсь думаем о цели когда делаем упражнения да можно и в момент упражнения можно это разделить например на марафоне я девочкам даю медитацию отдельно когда мы уже сначала мы посмотрите схема такая просто я даю ее в марафоне и поэтому сейчас вам будет очень понятно что мы снимаем спазмы расслабляем тело получаем энергию мы начинаем заниматься интимными мышцами подкачиваем сексуальную энергию и уже потом думаем концентрируемся о цели вот это будет правильное состояние потом когда вы делаете вы уже делаете это параллельно расслабление подкачивание и цель то есть например ну я не знаю например у меня утром и вечером у меня программа например утром практики на тренировку интимных мышц вечером на расслабление на вытяжение и там вечером перед сном или утром после пробуждения медитация например на цель если болит шея есть смещение в шее то можно ли взять новый мастер-класс по вытяжению позвоночника да можно и нужно у всех у кого болит спина так или иначе всем на мастер-класс не этого месяца в октябре а в ноябре наконец-то по вытяжению позвоночника я вам там дам более сложные техники которые сложно учить но они более эффективные и техники более лайтовые которые которые легко выучить там сложно ошибиться но они будут меньше вытягивать то есть там я вам дам как раз такую практику практику и вообще очень рада конечно практикой делиться потому что мои практики просто бесценны я их собирала просто как крупицы постоянно их выверяю вот чтобы они были максимально эффективными за минимальное количество времени потому что нет у меня желания чтобы вы делали миллион-миллион практик хотя конечно практика занимает время да ну мы же чистим зубы моем голову это все то же самое все зависит от качества жизни можно не мыть голову одно будет качество жизни мыть выкладывать другое будет качество жизни с практиками все то же самое обычное гигиенное тело которое постоянно дает вам возможность чувствовать энергию расслабление и все прочее. Вот, вот такая вот, вот такая штучка. Была у остеопата, выправил весь аппарат, но боль возвращается, что делать дальше? Я не рекомендую остеопатов, вообще никаких. Вот, ну, чем я могу вам помочь, если я знаю только одного человека, который в линейном методе работает и правит спину? Не потому, что я вреден, да, не потому, что я такая, нет, не хочу даже смотреть. Вы можете мне скинуть видео, да, я могу посмотреть, но, к сожалению, пока, зная биомеханику тела, ничего, там, хорошего, можно сказать, не видела, ничего полезного, поэтому я один раз была у остеопата, ну, скажем так, просто проверка, потому что долгое время я и мои коллеги, мы считали, что остеопат это, ну, не вредно, это просто там тебе погладили, там погладили, здесь. Ну, когда я сходила, и у меня просто вся левая сторона съехала, воспринялись все лимфоузлы, то я поняла, что если человек не понимает устройство тела, а его не понимает не человек, да, а не понимает система, и люди тоже, они неплохие, они хотят помогать, да, вот. Вот, но, ну, вот кому-то встретились знания, кому-то не встретились, тут, к сожалению, лотерея, и я сама, вот, ни одного дня не проходит, как я не думаю о том, что как я счастлива и благодарна, что ко мне среди просто огромного информационного поля пришли решения моих проблем, и я могу делиться, то есть мне еще больше хочется делиться с вами этим решением этих проблем. Вот, поэтому, что, брать мастер-класс, новый делать протяжение позвоночника или искать в ленте посты протяжения позвоночника, делать их, вот. Хочется с вами, знаете, поделиться, что, так как у нас тема была травма, то у нас были, было упражнение также вчера на, ну, связанность там с темой смерти, да, и там с темой своей смерти в том числе, вот. Вот, и я очень поняла, что на самом деле, что вы и возможность с вами делиться, ну, и та информация, которую я вам оставляю, для меня это как, ну, смысл жизни один сейчас очень важный, и вряд ли, наверное, когда-то так это сильно поменяется, да, потому что я в этом себя вижу, вот. И, ну, когда мы делаем упражнения, как, что после меня останется, ну, для меня именно важно быть с вами, отвечать на вопросы и, ну, делать то, что я делаю. Вот, знаете, как-то сегодня говорим про все то, что не применит так говорить, не только про секс, но и про деньги и про смерть, да. В нашем, ну, таком мире смерть, она так, знаете, как наши преподаватели называют, дикая, то есть мы ее воспринимаем как то, что никогда не случится, наверное, потому что и длительность жизни сейчас другая, да, возможно, что помогает другая, но, на самом деле, это же естественная часть жизни, и никакая не отдельная, и думать о своей смерти, о том, что останется после вас, вполне естественно и нормально, проживать, переживать и плакать про близких тоже абсолютно нормально, вот. Поэтому, ну, вот такая вот история, да, и как мне очень нравится выражение йогов, что смерть, как острая специя, придает жизни вкус. И когда мы думаем, наверное, ну, когда я думаю, да, про смерть, мне всегда очень-очень хочется жить, и вот, мне кажется, все практики, которые я даю, это про то, чтобы жить, жить интересней, интенсивней, больше иметь возможности познавать этот мир, меньше думать о боли, больше думать о познании, не отвлекаться на то, что болит тело, а вот именно познавать, радоваться, и в том числе, там, секс, оргазм, чувственность, то есть все то, что дает этот материальный мир, да, не уходить от него в духовный мир, да, в котором мы еще побудем, и там мы побываем чаще, чем тут, вот, мои сейчас религии, да, ну, религии, философии, буддизм, вот, поэтому, ну, вот, вот, как-то вот так вот. Вот, рада была вас видеть сегодня, я с вами прощаюсь, спасибо вам за вопросы, спасибо, что были со мной, всегда приятно с кем-то разговаривать, вот, чем в тишине. эфир можно будет пересмотреть, и, если будет вопрос, еще, пожалуйста, задавайте, вот, я вас сильно люблю, прощаюсь, и хорошего вечера.